Без ремонта и денег сразу несколько свердловчан жалуются на компанию, которой они заказывали потолки. Люди отдавали мастерам авансы, больше их не видели. Ситуация распространенная, вздыхают правозащитники. И в чем же главная ошибка доверчивых граждан, расскажет Роман Сумин. Хотела заказать потолок, обратилась в компанию, они мне кинули. Потолки в коридор Елене пришлось заказывать дважды. Первая компания, жалуется хозяйка, взяла аванс якобы на инструменты и пропала. Ни денег, ни тем более результатов работы женщина так и не увидела. Позвонила, тут же приехали, заключили договор, предоплату внесла. То есть назначили буквально на ближайшие дни, один-два дня. Все, никаких вроде подозрений не было. Ну и пропали люди. Все, звонила, на телефон уже не отвечают. Ремонтники брали подряды не только в Екатеринбурге. Многие жалобы на их работу, точнее ее отсутствие, поступают из городов области. Пострадавшие говорят, что им обещали натянуть потолки и поклеить обои. Но в итоге оставили без денег и без обновок. В интернете всплывают десятки объявлений об услугах этой фирмы и столько же негативных отзывов о ней. У клиентов похожие истории. Пишут, что заплатили деньги, но остались ни с чем. У мастеров то машина ломалась, то работники пропадали. Где-то примерно около 20. Каждый отзыв подтвержден, не подтвержден. Каждый отзыв подтверждается. Мы просим прислать документы. Если документы не присланы, мы публикуем, но делаем пометку, что отзыв не подтвержден. То есть ему можно не верить. Или верить. Это уж кто как считает нужным. Но руководитель фирмы заявляет, что всегда работал чисто. А этот поток жалоб – лишь временные трудности. Говорит, черная полоса для его компании наступила год назад, когда он доверился не тем помощникам. А все это связано с тем, что монтажники просто подводили. Мы с монтажниками работали не по договору. Просто монтажники терялись в этот момент. Это было год назад. Пострадало около 8 клиентов. Мы сейчас должны где-то около 4 клиентов. Однако товарищи по несчастью, которые находят друг друга в интернете, говорят, их гораздо больше. Одним должны 2 тысячи, другим около 10. Но судиться с фирмой большинство не собирается. Ведь у некоторых нет ни расписок, ни даже договора об оказании услуг. В таком случае, объясняют юристы, отстоять свои права невозможно. Всем потребителям мы даем главный совет. Ни в коем случае никогда никому не отдавать деньги без подтверждения их принятия. Любой документ, подтверждающий факт заключения договора. Если такой документ есть, то, безусловно, в таком случае права потребителя защитить можно. Но руководитель компании обещает в любом случае вернуть все деньги. Многие клиенты, впрочем, уже махнули на это рукой и заказали потолки в других фирмах. Роман Сумин, Владислав Колупаев. Главные новости Екатеринбурга.